здравствуйте дорогие друзья сегодня забрался на гору ну правда не до самой вершины а немножко так почти что на середку решил отсюда сделать репортаж сейчас сделаю обзор надо еще подыматься 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 по идее подыматься в гору не так проблематично здесь так вот не очень так вверх идет так потихонечку 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 можно подняться вот вы видите сосновый лес сосны растут вот я надеюсь дум что видно как потихонечку идет вверх тропиночку можно найти подняться внизу вы видите оливковую рощу и вот еще ниже имеется комплекс я живу но если посмотреть чуть даль вдали вы видно дома они расположены тоже на высоте высоте если посмотреть чуть дальше то вы увидите тоже горы и я надеюсь видно что горы на вершины гор имеется снег еще обзор на этом я закончил сегодняшняя тема будет посвящена коронавирусу ну почему да потому что я вот вижу в интернете многие задают вопрос а как там с коронавирусом на филиппинах вы помните что по сводке департамента здравоохранения филиппин всего три человека имели подтвержденный диагноз ну были сомнения тоже в этом ну будем верить официальной статистике вот за эти пару дней можно сказать был установлен диагноз у одного филиппинца он прибыл с тайваня он был там в командировке работает в солидном офисе я так понял что в этом офисе расположены мол очень много учреждений и вот когда он прибыл через несколько дней ему стало плохо и соответственно и в начале так проверили его а потом уже оказалось что у него был подтвержден диагноз и его изолировали специально медицинское учреждение как я понял руководство и вот это property я имею ввиду владельца фирмы того того здания они пишут что мы дезинфицировали все потому что там очень много я говорю очень много учреждений находится естественно они будут проверять всем кем он работал но вы сами прекрасно понимаете что этот человек не только на работу приходил но он заходил и в кафе в магазины и так далее и тому подобное был еще один случай человек приехал на филиппины 28 февраля и 3 февраля он прибыл в тайвань он сам из тайваня тоже ездил на какие-то мероприятия по моему и в тайване он заболел то есть через день или в этот же день я так точно не помню филиппинский департамент здравоохранения говорит что он скорее всего заболел в тайване в тайване он не мог как говорится заболеть у нас на филиппинах так как в общем получилось что он там что 28 29 1 2 и 3 ну 5 дней он побыл то есть за это время у него он не мог заболеть скорее всего до этого заболел он общался где-то с 26 людьми я не знаю там что за мероприятие было он приехал вы сами понимаете что человек ходит в кафе в рестораны в магазины если он прибыл ту же манилу и скорее всего там не 26 человек а больше могло заразиться я уже не говорю уже о том что тот парень который приехал с японии который работал в одной из компаний он кстати приехал с четвертой приехал с японии он тоже ездил в командировку в Японию он летел на самолете в общем вероятно что он заболел в Японии в Японии где-то 236 кейсов то есть людей которые заболели ну там очень много заболело на круизном лайнере я по профитурам даже посмотрел в общем то не очень много в самом токе мало я не знаю в каком городе Японии он там был ну в общем то он заразился и он летел значит Японии в Манилу значит могли пассажиры заболеть добирался каким-то образом надеюсь на такси добирался но уже надо таксиста выявлять кто потом ездил на этом такси надо выявлять потому что таксист же не одну поездку сделал вот и обнаружено еще пятый и шестой заболевший пятый это мужчина он никуда не ездил и заболел заболел коронавирусом шестой человек это его супруга пятый человек сан-хосе по моему он жил но это тоже метро Манила там рядом там есть правда два сан-хосе на острове Лусон один провинция или регион Ла Юнион не знаю на каком точно информации нету в субботу то есть получается сегодня руководство здравоохранения я имею в департамент здравоохранения обратилась президенту филиппин объявить чрезвычайное положение и вот объявит ли президент или не объявит чрезвычайное положение неизвестно если кто-то из вас помнит то я говорил что президент филиппин хотел объездить несколько туристических мест чтоб на своем примере показать филиппинцам что ничего страшного нету он хотел даже пользоваться обычными коммерческими рейсами но так он и не поехал по крайней мере до сегодняшнего дня этой информации нету я вам высказал свое предположение что это неправильно филиппинцы должны сидеть дома никуда не ездить никакие там туристические поездки и так далее и там подобное потому что тем самым просто все у нас и разнесут инфекцию по всем филиппинам наверное я так думаю ему потом подсказали врачи соответствующие специалисты и он решил отложить данное мероприятие теперь наши соотечественники сами должны думать стоит ли им ехать на филиппины или нет естественно и когда задают вопрос кому-то кто проживает на филиппинах и если этот человек чем-то заинтересован он будет да нет все все нормально все хорошо ну возьмите соседнюю индонезию там уже государство выделяет специальный остров где будут лежать все больные все все те то подозревается что у них может быть коронавирус тот же тайвань вот откуда приехал вернее тайванец который побыл на филиппинах и теперь мы не знаем где он заразился ну филиппины говорят он заразился у себя приехал к нам ну разницы большой нету он мог заразить теперь на филиппинах многих так тайване всего 39 кейсов то есть 39 человек всего заболело и они уже объявили довольно-таки жесткие меры что лица прибывшие с таких-то и с таких-то стран там японии и гонконг соответственно китай и так далее независимо от национальности на 14 дней будет положено в карантин ну московской области вы тоже знаете в коммуналке это уже сейчас новая москва тоже воздвигнуто одно здание медицинское которое должно было использоваться в других целях но сейчас его будут использовать именно для больных и тех кого подозревает коронавирус как видите шутки с этой болезнью плохи довольно таки много смертельных исходов как вас будут лечить на филиппинах неизвестно имейте ввиду что на филиппинах лечение платное то есть если вы там пролежите в больнице а там сейчас вот эти люди лежат очень долго то вам за все это надо будет платить так что решать вам мой совет лучше воздержаться от поездок не только на филиппинах но еще вообще за пределы вашего города и так далее там подобное ничего с вами не случится если вы один год никуда не поедете ни на какую туристическую поездку и так далее и тому подобное если даже будут у вас хорошие коммерческие предложения то же самое лучше воздержаться посидеть дома ну вам самим решать я могу дать совет я могу дать вам информацию которую возможно вы не читали вот я и вам ее преподнес но я вам еще раз говорю что доверие к той статистике которую дает филипинское министерство здравоохранения ну я считаю что нет не может быть если в соседних странах где медицина намного сильна сравните Тайвань сравните Гонконг Японию Индонезию я уже не говорю что здесь в Европе Италия и так далее Франция Германия в Италии вообще как распространилась быстро коронавирус ну просто не допустим не верится что вот было три кейса сейчас уже шесть кейсов вызывает большое сомнение и вот как раз смотрел вы наверное тоже смотрите наверное телевидение российское как раз тоже один сюжет смотрел женщины летела по-моему с Италии и она говорит весь самолет самолет чихает говорит ну действительно не по себе я вам говорил когда я летел в Филиппин 28 января я вылетел тоже не очень было приятно но тогда еще не так сильно разбушевался этот коронавирус когда прилетели в Сингапур то там в аэропорту китайцы я говорю как в каком-то фильме в масках да еще такие маски у них есть некоторые большие там чуть ли не фильтр еще торчит и вот прям идет куча народа вот прям толпа идет ну как будто какой-то фильм да вот фильм ужасов ну все дорогие товарищи на этом я видео заканчиваю вы можете задать вопросы по-моему завтра будет стрим из Панглау Ингвар делает он даст вам информацию о том как дела на Панглау ну и другим блогерам у нас есть негроси у нас есть на других островах блогеры и Минданау тоже есть задайте им вопросы что они вам скажут какую информацию дадут я вам дал официальную информацию которую огласило Министерство здравоохранения Филиппин все до свидания счастливо всего хорошего подписывайтесь кто не подписался спасибо